Фестиваль русского кино в Нью-Йорке Роль Варвары в эпической мелодраме о забитой крестьянке и ее мужчинах, ее деревне и ее стране сделал Дарью Якомасову новой русской звездой. На фоне личной жизни неграмотной крестьянки история целого народа. Тамбовская губерния до и после революции. Голод и не любовь, смерть и не жизнь. Такое в 23 года и в 21 столетии трудно понять. Еще труднее сыграть, да еще на старом тамбовском диалекте. Карачином помыла, кажется, они целые. Поглядишь? Время, не это. Откуда ему взяться? Самое сложное было в 23 года играть 30-летнюю девушку, женщину, бабу с двумя детьми. Вот это на тот момент мне было сложно, непонятно и вообще было достаточно сложно понять поведение своей героини. Потому что в те времена женщины, они так же любили, так же страдали, так же изменяли, так же влюбляли, все рожали. Но при всем при этом они не имели права голоса, они не могли дать сдачи, они не могли постоять за себя, они не могли высказаться и оставить свою позицию, мнение. И много раз я подходила к Андрею Сергеевичу и говорила, а почему бы тут не развернуться и не ответить? Он говорит, да же. Вот не могли тогда женщины, ее бы тоже убили. Кокетство – не сильная сторона восходящей звезды. Ее оружие – искренность, изумрудность взгляда. Ельский университет был покорен. Студенты и доценты филологического и актерского два с половиной часа не могли оторваться от экрана. Я еще думаю, почему понравилось вот этим вот людям, потому что картина рассказывает правду. И даже многие люди в России, очень многие говорят, что фильм достаточно жестокий. Это если учесть то, что 50% не вошло в фильм. А здесь, наоборот, многие сказали, что особой жестокости они не заметили. Молодая, но уже заметная фигура в русском киномире снимается много. Осенние недели в Нью-Йорке – единственный перерыв в работе. Сбылась моя давняя мечта. Я мечтала оказаться осенью в центральном парке. Мне кажется, Нью-Йорк – это самый романтичный город на планете. Намного романтичнее Парижа, Венеции. Мне кажется, здесь сбываются мечты. И непредсказуемый, интересный город. Она влюблена в Нью-Йорк, Центральный парк и Дарна Ароновского. С режиссером «Черного лебедя» лично они не знакомы. Но сегодня вечером на премьере все еще может быть. Наши организаторы с ним связывались. И вот он хотел посмотреть картину. Поэтому сначала надо выучить английский. В ближайших планах, кроме съемок, уроки английского с погружением в языковую среду. Надо вернуться в город Мерлин Монро и Одри Хэбберн. В город, который щедр на аплодисменты и комплименты. В город, где сбываются мечты. Я люблю Нью-Йорк. Я люблю Нью-Йорк.